Приветствую вас, родные души! Спасибо вам большое за то, что вы здесь, за то, что вы лайкаете, за то, что пишите комментарии. Это очень важно и ценно для меня. В этом видео я хочу раскрыть такую тему ко мне. Пришла такая распаковка на тему «Как отпустить своего близнеца». Это очень важная тема. Я думаю, что многие из присутствующих в моей аудитории этим вопросом задаются и не знают, как это сделать, потому что чувства бывают настолько сильными. Ты понимаешь, что эта сцепка так тянет, и ты ничего не можешь с этим сделать, не можешь выкинуть человека из головы, ты падаешь в эти ощущения. То есть эго зацепилось, а мы себя отождествляем со своим эго. И такое ощущение, как будто ты зацепился. И от этого очень больно на самом деле, просто потому что мы свое внимание направляем не туда. И вот я хочу раскрыть эту тему, когда мы задаемся таким вопросом в результате наших душевных терзаний. Как отпустить, вы задаете себе вопрос, для чего вы хотите отпустить его? Ответ будет примерно таким. Для того, чтобы перестать страдать, для того, чтобы не было так больно. Тогда следующий вопрос. Кому больно? Вам больно? Отчего? От того, что человек не с вами, от того, что человек не проявляется, от того, что человек, возможно, не делает каких-то шагов навстречу, не выбирает вас, где-то игнорирует, блокирует, с другими отношения начинает. То есть ваше эго страдает от того, что вас не выбирают. Это не про безусловную любовь, это не про принятие абсолютно. Больно не вам, больно вашему эго, потому что вас триггерит, триггерят вот эти программы, и близнец своим поведением он лишь подсвечивает. Вот, вот это нужно убрать. Вот это вот нужно убрать, это на пути между нами, как преграда, как препятствие. И поэтому, если больно не вам, а вашему эго, у меня вопрос, как вы можете отпустить того, кто является частью вас? Если вы хотите, ну, близнец это вы, это ваша часть, ну, вы одно в разных телах, да, это если совсем по-простому, без лишних объяснений. Вы хотите, по сути, отпустить самого себя, вы хотите выбросить там его из жизни, не думать о нем, как? Чем больше вы хотите его отпустить, то есть, по сути, вы бежите от него, это значит, вы бежите от себя. Чем больше вы хотите отпустить его, тем сильнее он будет убегать от вас, потому что отпуская его, вы отпускаете себя, понимаете? Он это вам зеркалит, то есть, вы от себя, он от вас, все. И вы не то, что здесь себе не помогаете облегчить ваш трансформационный путь, вы еще и вредите, то есть, это тенденция убегающей, догоняющей, она вот прям на лицо. Вы от себя, он от вас, потому что вы от него, а он часть вас. Если вы от него, то вы от себя, не нужно никого отпускать, не нужно никуда убегать. Единственное, что если вы хотите, я думаю, что все адекватные люди, которые испытывают определенные чувства, да, к своему близнецу, мы все хотим соединения, и это нормально, мы хотим быть счастливыми, мы хотим быть любимыми, мы хотим любить. И если вы этого хотите, то единственный, ну вот, то, что я увидела, то, что я вытянула из пространства, единственный рецепт, разворачивайтесь к себе. Вы убегаете от него, убегаете от себя. Вы разворачиваетесь к себе, тем самым разворачиваясь к нему косвенно. Понимаете принцип какой? Вам только нужно развернуться к себе, фокус на себя, выбрать себя, то есть заняться своей жизнью. Да у него шансов не будет никаких, просто чтобы не проявиться и не быть рядом с вами, когда вы себя выбрали, вы к себе развернулись. Вот и все. Это простое, ну, простое понимание, просто его нужно внедрить в свою жизнь, как новую привычку. Это, ну, приучить свой мозг думать немножко иначе, создать новые нейронные связи, потому что наш мозг, он привык реагировать определенным образом. Наполняйте себя для того, чтобы у вас были силы переписывать эти программы. К примеру, у вас в жизни что-то происходит, ну, вот близнец как-то, ну, вас, ну, триггернул, да, взял, да, заблокировал. И как привык реагировать мозг, когда его эго, ну, обижают больным эго, он недоволен, ему не нравится, как с ним поступают. Он привык злиться, обвинять, жалеть себя. Если у вас есть силы, есть у вас энергия, да, то у вас хватит сил выйти в наблюдателя, в это состояние, в котором вы можете как будто со стороны посмотреть, ага, сейчас мое эго раздувается, оно злится и сердится. Но эго – это не я. Выходим из этого разотождествления с эго. Ага, хорошо, спокойно. Даже если вам хочется позлиться, позлитесь, все нормально. Но осознайте, то есть переписывание вот этих нейронных связей – это процесс длительный, но он не невозможный. Все возможно, абсолютно все, и если начать, главное начать, все пойдет как по маслу. Переписываем свои программы, заменяем старые программы страдания, уничижения, самобичевания на новые, на программы созидания, любви, принятия, безусловного. Поэтому что вам нужно сделать? Себя наполнять, то есть развернуться к себе, заняться своей жизнью. Можно начать с обыкновенных материальных вещей, то есть обратить внимание на свой дом, на свои привычки, на свои питания, навести порядок в своем доме, где-то сделать перестановку, выбросить, избавиться от лишних вещей, больше ходить, гулять, пить чистой воды, немножко разгрузить свою жизнь, элементарно почистить шкафы, почистить свой телефон от ненужного хлама. Мы разворачиваемся к себе потихонечку, потихонечку, потихонечку. И таким образом у вас появляется много энергии. Вам не нужно выбрасывать близнеца из своей головы, он все равно будет рядом. Чем больше вы хотите его забыть и затолкнуть куда-то за дворки подсознания, ну, может быть, на какое-то время у вас это получится. Но ради чего? Ради того, чтобы забыть и не страдать. Хорошо, Вселенная даст вам небольшой перерыв, через какое-то время вам кажется, что вы его забыли, вы зажили новой жизнью, но через какое-то время вас снова сведет Вселенная, и все начнется с новой силой, вас будет бить еще больнее, пока вы не пройдете свои уроки. Зачем страдать? Идите в это и решайте этот вопрос. Будьте взрослыми, берите ответственность и решайте вопрос. Все есть, все инструкции, как это делать, все есть. Слушайте людей, читайте комментарии, читайте истории других людей. Берите этот опыт. Не теряйте время, не тратьте жизнь зря. Убежать – это самый простой способ. Но если вас благословила Вселенная, встреча с человеком, господи, ну как же можно от этого убегать? Как же можно от этого отказываться? Больно только в начале. Но в итоге вы все равно выйдете в единство, прежде всего, с собой. И это будет здорово. Это будет совсем другой уровень понимания, видений, проживания своей жизни. И когда вы будете таким образом действовать, переписывать свои нейронные связи, учиться реагировать по-новому, фокус на себя, он войдет у вас в привычку. То есть вы будете понимать, так, он мне сейчас вот показал то-то, тот, он не выбрал меня, не выбрала, значит, я себя. Ага, больше к себе опять начинаю погружаться в свою жизнь, больше уделять внимания. И через какое-то время вы увидите, что боль от того, что близнец так или иначе себя ведет, ну ее вообще нет. Она или уходит совсем, или через какое-то время снова немножечко появится, да, то есть близнец как появляется, чтобы снова триггер показать вам какой-то, и снова там утихает, вы выходите в баланс, в ровное состояние. И это поистине, ну скажу я вам, это свобода, это безоценочное принятие полного человека, того, какой он есть, потому что мы очень сильно обвиняем, перекладываем ответственность, но у нас не хватает энергии не то, чтобы любить себя, да, ну любить кого-то, любить себя. Мы даже помыслить не можем о том, что другой человек, он поступает так, не потому что он хочет нас убить, а потому что, да ему еще тяжелее, у него там свои программы, его душа вообще может маяться и думать, да сколько она уже будет тормозить, уже ну сколько, я уже замучилась, да, его душа с вашей, она все никак с этим эго не разберется, но я же не могу, я так хочу быть с ней просто вот этого слияния, а мы все в земных вот этих проекциях, физических телах, мы все сопротивляемся, потому что мы нажили такой воз вот этих вот паттернов, по которым мы живем. Освобождайтесь, жизнь становится совершенно другой, вам ничего не мешает, кроме вас самих, все в вас, вы вопрос, вы ответ, вы решение этой задачи. Да, есть какие-то там практики на отпускание, на обрезание связи, ну как это можно обрезать эту связь? Вы можете развернуться к себе, и не будет вот этого ощущения болезненной зацепки, вы разворачиваетесь к себе, все, у вас другой человек, даже если это ваш близнец, он вас не беспокоит больше, чтобы у него ни было. Чем сильнее вы к себе, тем меньше дискомфорта от того, что вас кто-то за нитки дергает, да, хотя это вы, вы этот крючок на себя нацепили, все в ваших руках. Хорошо, когда, да, этот принцип, да, еще вот забыла сказать, отвлекусь, этот принцип, он применим ко всем видам отношений, даже если это кармические отношения, родственные отношения, фокус на себе, это не эгоизм, абсолютно, то есть вы свою жизнь наполняете, только из наполненности вы можете строить гармонично любые другие виды отношений. Если вы хотите человека там поблагодарить, отпустить, то это должно быть из легкости, да, когда делаю там разрыв связи, возвращаешь себе свою энергию, то это мотивом не должно быть там, я хочу прекратить свои страдания, все, мне нужно вот обрезать, забрать свою энергию и навсегда забыть об этом человеке. Не получится, да ни одна бабка, ни одна гадалка, ни один ченнеллер вам этого не сделает, потому что это только ваш кармический урок, вашей души. На какое-то время притихнет, да, потом начнется все заново. Мы вот, как и везде болит зуб, мы вместо того, чтобы лечить зуб, пьем таблетку обезболивающую, здесь то же самое. Меня триггерят эти отношения, поэтому я хочу их обрезать, вместо того, чтобы решить проблему, что именно в тебе триггерит. Разворачиваемся к себе, на свою жизнь смотрим, наводим в ней порядок, приводим все в гармонию, в баланс, в ровное состояние, чтобы тебя не кидало вправо-влево, чтобы у тебя не было пустых, глупых конфликтов на ровном месте со всеми людьми. И самое простое, да, я даю рекомендации, в прошлом видео давала, как выбрать себя, как фокус на себя. Начните вот с обычных, обыденных вещей, там, проводите больше время на природе, со своими детьми, если они у вас есть, да, и вам станет легче со временем, ну, оно уходит, боль. У меня такие моменты были, когда я понимаю, что я даже там полдня даже близнеца своего не вспоминала, хотя обычно ты ложишься спать, он рядом, ты просыпаешься, он рядом, он в твоей голове. Ну, ты бегаешь, бегаешь, и где-то вот в дне, в процессе дня ты решаешь какие-то свои вопросы, у тебя своя жизнь, то есть она идет, кипит, ты живешь. И где-то там он всплывает, но тебя не трогает, что, ну, он там не пишет, где-то не звонит. Нет, тебя не трогает, все идет своим чередом. А когда у тебя появляется энергия, ты можешь написать и спросить. Если не появляется энергия, не звони, не спрашивай, не высасывай с пальца, все очень просто. Поэтому удачи вам на этом пути, любви, терпения, будьте сильными, не сдавайтесь, разворачивайтесь к себе, у вас все получится с большой любовью и верой в вас.